Здравствуйте дорогие друзья. В этом видеоролике я расскажу вам несколько полезных советов завязанных на iOS 11, так что будет интересно ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. В iOS 11 при прикосновении кнопки домой и успешной аутентификации владельца через Touch ID iPhone или iPad сразу же демонстрируют Springboard. А так как этот процесс происходит достаточно быстро, то иногда даже невозможно обратить внимание с какой программы пришли уведомления на заблокированном экране. Эту фичу можно отключить, для чего пройдите в настройки основные, универсальный доступ, домой. Функция называется открывать приложив палец. Теперь коснувшись Touch ID произойдет разблокировка, а чтобы перейти на Springboard понадобится нажать на кнопку домой. Apple убрала возможность мануального включения-отключения автояркости, говорили они, но это не так. Купертиновцы просто перенесли этот пункт в меню и с более логичного пункта экрана яркость в самую задницу системы, а именно в основные универсальный доступ адаптация дисплея. В общем, чтобы не запоминать пользуйтесь поиском. Если к вам домой приходят друзья или знакомые, то разумеется первое что вас попросят раздать свой Wi-Fi. С iOS 11 больше нет необходимости вспоминать код и затем вручную вводить его. Просто попросите гостей законнектиться к вашему роутеру. Так как на подключенных к этой точке доступа устройствах под управлением iOS 11 появится предложение расшарить пароль. Кликайте на Message и пароль автоматически заполнится на гостевом устройстве. В настройках звуков и тактильных сигналов появилась новая опция – изменение кнопками. Если этот переключатель выключен, то в любом месте системы вы будете кнопками изменять громкость системных уведомлений и, к примеру, звук в играх, вне зависимости от того где вы находитесь. Если активировать этот переключатель, то на рабочем столе и в системных приложениях кнопками на корпусе будет изменяться громкость звонка, а в сторонних играх и приложениях громкость звука. Я предпочитаю именно этот вариант, потому как в противном случае для того чтобы изменить громкость звонка придется лезть в настройки, а громкость звуков можно менять и в пункте управления. Siri создавалась однозначно для голосового общения. Но вот есть проблема. В шумных местах, помещениях с сильным эхом слова распознаются не всегда корректно, да и в местах с большим скоплением людей как-то неудобно разговаривать со смартфоном. В таких случаях лучше пройти в настройки, основные, универсальный доступ, Siri и активировать пункт ввод текста для Siri. Теперь при вызове Siri голосом у вас появится снизу строчка, предлагающая ввести запрос через клавиатуру. Если вызвать голосовой помощник двойным тапом по кнопке домой, то текстовый запрос активируется автоматически. Но по нажатию специальной клавиши запрос также возможно вводить голосом и редактировать на лету. Как же выключить смартфон если сломалась кнопка питания? Все просто, ведь в iOS 11 если пройти в настройки, основные и прокрутить список вниз вы увидите новый пункт выключить. После чего останется лишь провести пальцем по слайдеру. А вот чтобы включить смартфон просто поставьте его на зарядку. И сразу же еще один совет для тех у кого не работает кнопка домой. Чтобы быстро заблокировать смартфон активируйте прыщик Assistive Touch пройдя в настройки основные универсальный доступ Assistive Touch. Тапнув по кнопке вы получите доступ к иконке блокировки экрана. В iOS 11 появилась долгожданная функция записи видео с экрана iPhone о которой я уже сто раз говорил. Только вот как оказалось не каждый нашел как ее включать. Соответствующую кнопку нужно активировать через настройки пункта управления. Пройдите в раздел настроить элементы управления и добавьте пункт запись экрана. Чтобы записать видео с наложением звука из микрофона сделайте долгий тап или жест 3D Touch по соответствующей кнопке в пункте управления. К сожалению запись системных звуков недоступна. И самый важный совет пока не обновляйтесь на iOS 11 если у вас iPhone 5s или iPhone 6 или iPad самых бородатых поколений. На этих устройствах свежая редакция работает неважно, да и заряд батарейки уходит значительно шустрее. Откатиться на iOS 10 будет попросту невозможно, она уже не подписывается Apple. Если вы уже обновились по воздуху и вас преследуют нетипичные баги, то необходимо накатить чистую iOS при помощи iTunes и скачанного IPSV файла. В сети есть куча инструкций как это сделать. Буду надеяться что вам этот видеоролик понравился и вы одарите его лайком. Вам ничего не стоит, а мне приятно. Но на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Увидимся в следующем видео. Разумеется если подпишитесь на канал и поставите колокольчик. Пока-пока.